По игре могу сказать, что игра проходила с нашим преимуществом. Первый, конечно, гол, совершенно нелепейший, несогласованное действие центрального защитника и вратаря привели к взятию ворот. Начинать с форы в один мяч, конечно, тяжело. И благо то, что при счете 1-0 забей Костя Зырянов второй мяч, который был момент у него. И неизвестно, как бы игра закончилась. Мы прекрасно понимали, что состояние команды «Зенит», молодые ребята, где-то груз ответственности в связи с турнирной ситуацией, возникшей к этой игре, будет давить на них все. И, в принципе, мы контролировали мяч неплохо и имели какие-то подходы. И в первом, особенно во втором тайме, моменты, которые должны были заканчиваться взятием ворот. Буквально последний момент, выход трошечки на практически один на один. И до этого момент у него же был момент. Там просто вратарь уже ложился, подсекай. Все, но так скажу, что, наверное, закономерная ничья. Закономерная ничья. И хотелось бы мне пожелать молодой команде «Зениту» в последней игре решить все турнирные задачи. Турнирная задача остаться в футбольной национальной лиге, потому что мальчишки очень интересные, перспективные все. И такой город, конечно, однако молодежь должна играть и играть на хорошем уровне. Перспективы есть. И тренер перспективный, хороший игрок был, Радимов, и хороший тренер. Думаю, что все будет хорошо. Искренне желаю за команде «Зенита». Коллеги, вопрос с вами. Макс, если в спорта определить второй сезон, Пакел идет в зоне сфотограф-матча, но не удается сделать этот шаг вперед, но отключу, что пока мешает команде, сделать этот шаг вперед и удастся в сфотограф-матч. Ну, если брать этот сезон, практически вы правы, практически весь сезон мы шли в лидирующей группе. Скажу, что сказалось на такой сильный психологический удар по команде был, ну, скажем так, перенесла команда подряд в двух играх. Это назначенный на 93-й минуте пенальти в наши ворота с Кубанью при счете 2-1 в нашу пользу, которого и квалификационная комиссия признала, что пенальти и близко не было. Потеря этих двух очков и три назначенных пенальти, два из которых и близко не было в игре с Тюменью, сыграли какую-то роль. А в принципе, если брать, если брать, очень хотят болельщики, чтобы команда играла в премьер-лиге, но чтобы команда боролась за выход в премьер-лиге, уиграла в премьер-лиге, для этого необходим ряд условий. По этим условиям пока мы не дотягиваем до уровня премьер-лиги, это я имею в виду, и инфраструктуру клуба, это и финансовая составляющая, много моментов, которые все... Мы прошлый сезон тоже до последних туров боролись за то, чтобы попасть. Ну, из какого-то стечения обстоятельств приводят к таким. Но вот в этом сезоне однозначно вот эти, я считаю, что две игры, которые сильно повлияли на турнирное положение нашей команды. Александр Николаевич, ну по игре, насколько довольны результатом сегодня, и по второму темпу казалось, что вышли удерживать результат, так где это? Нет, не вышли, и игра была бы такая же равная примерно. Ну, в какой-то момент факел мастеровит хорошая команда, поэтому они сравняли гол, нет, никакой установки на то, чтобы удерживать. Но с факелом невозможно удерживать. Ну, разумеется, нет, в нашей ситуации нет. Единственный плюс в данной ситуации, что все зависит от нас. Теперь нам надо ехать в Саратов, выигрывать. Если бы мы сегодня проиграли, то, я думаю, шансов у нас не было. Поэтому в какой-то момент мы должны сказать спасибо Бабурину, ну и Фортуне. А вообще весь сезон, то, что мы проводим, вот так вот, к этому все и шло. Что все будет зависеть от последнего матча. Ну, вот последний домашний матч, если так, экспресс итоги сезона, да, вы прошлый раз сказали, что это самый такой сезон психологически сложный для вас. Вот все-таки что-то положительное вынесли для себя как тренер в следующий сезон? Ну, для себя-то уйма. Для себя-то уйма всего. И по итогам сезона я, если кому-то будет интересно, я дам интервью. И довольно-таки открыто и честно. По многим вопросам я отвечу очень серьезно. И то, что как я вижу, и то, что как должно быть, и то, что делается сейчас. Почему? Да, пожалуйста. Но только единственное, что, конечно, сейчас это неправильно будет, потому что еще остался один целый матч, и он самый главный у нас выходит. Я также еще хочу сказать, допустим, те же Рязанцев. Ну, не умоляю за слов, там, других футболистов, которые выходят. Спасибо Рязанцеву, Лобову и Зырянову, которые сколько могут, столько отыгрывают. Так что я думаю, что без них мы, конечно, бы не справились. Да, потому что те юные таланты, которые играли 36 туров, пока находились в зоне вылета. Может быть, эти двое-трое вытянут нас, чтобы повыше. А Зырянов не киньются планы для нас следующий сезон? На отпуск? Нет, для сезона. Да мы на тему не разговаривали. Ну, так как выглядит Зырянов, честно я вам скажу, в премьер-лиге он бы играл легко. Ну, не знаю, вы смотрели мать? Хорошая команда, факел, там, хороший футболист. Ну, по движению у Зырянов отличный. По рабоспособности отличный. Другое дело, что мы играли там 4 дня назад, или 3, да? Конечно, 2 матча по 90 минут ему тяжело, конечно. А если раз в неделю играть, я думаю, что Зырянов вполне может удерживать. Ну, а по уровню мастерства, я думаю, что он вполне способен конкурировать с футболистами первой команды. Ну, в чем там конкурирует? Уровень мастерства, Зырянов, вы знаете. Да и сегодня проход был. Это был последний его проход, по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok